всем привет с моего обновленного коридорчика такой небольшой коридор поручек получается да но все не доделано еще но как вы поняли вот такая вот крыша у меня сейчас появилась она еще не полностью тоже сделано здесь будет полностью крытая вот такая вот особенно для зимы орхидеи которые нуждаются в отдыхе ну и когда у нас заряжают постоянные дожди это тоже нехорошо ну и вот так вот в общем я пока что это все дело сделала по расставляла как могла и естественно немножечко место освободилось моих green house of потому что все висело и в последнее время были дождей и хочу я вам сказать что это очень повлияло тоже на орхидеи которые стояли и на нижнем ярусе ну в общем не хватало всем воздуха вентиляции влажность зашкаливала и растения страдали ну вот так вот я решила вырезать полностью сетку это не смотрите это все еще доделываться будет это я просто пока что в общем отрезала я сетку с этих сторон не будет здесь защитной сетки но вентиляция будет больше для орхидеи которые будут находиться которые находятся в гринхаусах ну и мне здесь видно прям вот такой вот коридорчик до получился вот такой вот все я вижу за всем я могу смотреть здесь это уже вырезала сетку ну и вот так вот моя все мои сюда переехали то моя так а там в конце здесь я повесила моей кота сетум и вот так вот они выглядят на данный момент такие вот отъели красивые красивые морковочки такие ну кто-то отъел кто-то не отъел кому положено по фасону кому нет ну в общем вот так вот они выглядят я их попересаживала и им понравилось также моя деревяшка сюда переехала в общем такой небольшой райский уголочек у меня получился да кстати я постелила это пластиковая трава которая будет удобно мне сдуть ну и попылесосить если мне нужно будет ну я думаю что это все таки не нужно будет делаться когда уже все уберется то будет чисто и кстати постелила я тоже траву в моих гринхаусах видите да ну вот так вот все делается для удобства все делается для наслаждения чтобы один раз по убирать и уже здесь была красота можно было наслаждаться ну также мои ну вот так вот наверно все видите сами что сюда попережала это кстати вот это вот центральная часть с большого гринхауса я сюда ее перевезла и больше стало место в большом ну и света конечно а света я имею ввиду для вот этот вот столик он же здесь стоял попасть посередине ну и конечно у меня здесь и ванда висели все что висит котле и ванды и я решила убрать этот столик отсюда неудобно еще конечно все не пораставляла по местам ну так вот котле и вандачки здесь у меня находятся здесь у меня здесь кстати энцикли и бульбофилумы ну пока что вот так вот пока что вот так вот здесь моя большая пурпура то поселилась вот вы видите так вот отсюда можно наблюдать то что там находится и можно смотреть большие эти котле и изнутри в общем что с той стороны ну все делается для моего удобства и я вернее сама все делаю для своего удобства ну вот так вот вот такие вот небольшие изменения да кстати вода здесь помните я показывала на что я поливала здесь такой вот полив был и точно так же я попросила мужа мы сделали мне точно такой же полив здесь ну кстати этим летом я вообще им не пользовалась потому что дожди 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 еще раз дожди ну в общем вот так вот мы тоже провели так что нужно еще провести только воду здесь опять могу копать могу не копать да ну и будем копать будем строить воду подводить чтобы можно было здесь подключить шланг потому что мне приходится в общем ли с одной стороны дома его тащить или с другой ну и немножечко покажу цветущих это моя красотка любимая огромные цветы огроменные запах у нее обалденный ну и она конечно вымахала уже такая вот таких вот приличных размерчиков это папилио нанда им нужно больше света у них такие более узкие листья и вот это моя тоже вообще стоит солнцем вообще не защищенная то есть смотрю здесь маленький тоже цветоносик полез у нас было заседание в субботу нашего клуба первое заседание в этом году и я ее носила но неудобно хочу вам сказать она уже такая длиннющая и все-таки я решила ее я наверное ее отрежу потому что так вот корни смотрю у нее если обычную ванду тяжело как бы до укоренить я пыталась но это да так вот плачевные результаты то здесь вот корешки я смотрю на протяжении всего ствола в общем я ее попробую обрезать оставить ее три-четыре корня и пересадить и посмотрим что будет с этой нижней части частью здесь мы и пока что софт кейн ну вот видите вот я вот моя пурпура там с этой стороны ее можно тоже смотреть конечно муравьи атакует приходится обрабатывать постоянно но хотя бы я вижу сейчас этой стороны что происходит это мой тассел ферн кто не знает так вот такая вот с такими сережками растут новые сережки нравится мне очень это растение но что из цветущих вот такой вот здесь я себе сделала соорудила мой столик ну и вот так вот цветущий здесь под крышей не будут страдать от дождей это так для для компании до поставила кстати даже не знаю откуда у меня там акселярия была и без названия бразильянка вот такое вот название ну и так вот ей нравится разрослась ну в общем для общей картины конечно цветы такие невзрачные ну подождем когда может быть будет цвести пышенька пока что вот так вот она выдает 12 цветочка где-то 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 это красавчик опять зацвел вместе к мэйс прям как-то он раз расцвел о господи короче начал цвести в этом году тут свел на один цветонос сейчас опять вот два цветоноса выдал как-то уж прям чтобы не сглазить а то как скажу вечно что-то происходит в общем кстати я начала тоже переписывать все мои бирочки потому что пользовалась раньше по фломастером он как-то как-то все выцветало это начала пользоваться карандашом раньше его называли банфилдара в общем смотрите это гибрид адабрасия адонтаглусом сейчас я нашла его название ой господи да ну в общем вот такое вот название ну смотрю ему нравится цветет мистик мэйс это я и не показывала в предыдущем цветении он давно уже цветет стелис я честно говоря не думала что он у меня останется как-то я его купила он цвел думаю нужен он мне не нужен ну и вот как-то его общем никто не хотел и я его себе оставила слушать и ну не пожалела сейчас потому что такие милые цветочки они маленькие конечно они конечно очень маленькие ну на мой взгляд они очень-очень веселые и так вот как-то пышно прям цветут и цветут так вот во все стороны такой маленький кустик и смотрю здесь вот еще выдает цветоносики ну не знаю мне нравится классный здесь кстати дендробиум дендробиум не буду ломать язык начал цвести я забыла про него и не взяла его на собрание но только был открыт один цветочек но честно говоря я не видела ни в нашем клубе не на выставках конечно когда я увидела его у девочек я влюбилась и вот в том году мне повезло я его приобрела и вот в этом году он вот так вот так вот пышненько нарастил такие вот красивые новые псевдобульбочки листики все ему нравится и такие вот огромные конечно цветы по сравнению с растением так вот я его пересадила и честно говоря на мой взгляд ну совсем неприхотливый дендробиум конечно когда ты покупаешь растения во взрослом таком состоянии то за ним уже легче и ухаживать и их как-то приспособиться наверное потому что все таки малышей страдают здесь такой для красоты просто мои дендрофаленопсисы все пострадали зимой от холода я их все по пересаживала ну и потихонечку мы наращиваем новую куртина новые листики в общем там кстати мои фаленопсис и тоже которые сидели в гринхаусах и от дождей пострадали видите все я по намазывала ну в общем ну вот так вот здесь продолжает цветение кстати я начала ковыряться и все-таки я нашла что это энциклия называется энциклия синди и это гибрид ковырялась я ковырялась и до ковырялась в общем нашла тяжело определить растения когда у тебя без названия классно мне нравится что у него вырастают такие длинные цветоносы пришлось мне его разделить тоже в том году он у меня пострадал от солнца ну и вот такой вот кусочки я себя оставила мне нравится здесь опять форбезия расцвел цвела недавно и вот выдал опять новый ростик и два цветочка красивая губа здесь еще один ну я смотрю я имею ввиду еще один новый ростик вырастил но пока что не вижу никаких там движений но здесь вот такая вот красотка я честно говоря даже не помню чтобы она у меня цвела такие видите вот треугольнички да на этих вот на лепесточках мне кажется что я даже и не замечала что-то здесь такое какое amazing thailand не знаю в общем это гибрид гутаты на little band мне когда-то я вижу по надписи это моя любимая джуди я наверное у нее приобрела кусочек ну и вот наверно она у меня даже и не цвела никогда здесь это просто тоже для красоты такой вот для компании он сидим sweet sugar который у меня страдал страдал и вот так вот он меня на коряжке поселился и смотрю так вот он второй год уже и цветет красивая желтый такой красивый цвет эти юбочки ну в общем очень мило смотрится слушайте этот дендробиум конечно меня честно говоря шокирует я все думаю что цветы умрут но они никак не умирают дендробиум крестьянам так долго они цветут не знаю наверно их нужно срезать чтобы хотя бы нарастили какую-то анимассу потому что я его так купила и ничего на ней не выросла он там какая-то детка на одном кусочки и все и ничего с него не надо его удобрить удобрить и в общем что-нибудь может быть получится ну а здесь 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 айрантис так вот я не знаю как его показывать тяжело его показывать айрантис гранди флора вот так вот у меня со всех сторон такие вот цветочки очень интересные на мой взгляд такая вот орхидея и цветет она кстати она будет свести мне кажется даже кто-то спрашивал про него видите вот один бутончик потом второй в общем последовательно будут вот здесь вот наглядно видно долго будет свести и так вот два растения здесь в одном горшочке и очень даже ей нравится любит влажность любит повлажнее здесь кстати красотка но доза так долго держится цветы у нее я и не ожидала красотка так но что здесь здесь маленькая не афините еще цветет второй цветоносик открылся это дендробиум я его не успела вот что быстро отцвело то быстро отцвело такие нежные конечно цветы такая вот губа мне так нравится такие вот кругленькие цветочки нежные это дендробиум я вот таким вот маленьким в том году купила у нашего члена клуба я честно говоря так вот поставила думаю ну расти наращивай себе новые псевдобульбы но он как-то вот выдал бутончики и зацвел на старом на старом на старой псевдобульби ну и мой дендробиум хибики он очень медленно тоже наращивает свои цветочки ну держит их тоже очень-очень долго видите постепенно открывается только сейчас здесь вот классно посадка мне нравится я его носила тоже на наше заседание все говорят так ну все это вот точно людин да ну вот уже определяют по посадке кого-то мы определяем по почерку по названию бирочек у меня мои орхидеи наши члены клубов члены клуба начинают уже определять по моим каким-то посадкам индивидуальным здесь энцикле кахлеата так она себе вот неприхотливая такая вот растет цветет постепенно наращивает новые ростики даже три в этом году выдала ну класс здесь кстати я тоже все принесла свои такие вот интересные посадки на мне здесь легче за ними ухаживать и так вот обрызгала ну и красиво красиво-красиво здесь тоже такой уголочек марантовые всякие красота вот это вот мне тоже на понравилось у моей джуди такое вот название украшают такие вот листики когда все зеленое то она как-то немножечко скусно скучновато да так ну а это моя любимица тоже элита мэр мэйд вот муравьи орудуют строят гнезда везде где можно ну аромат у этой орхидеи я уже не раз рассказывала это что-то невероятное это губа красотень надеюсь что откроются все пять цветочков на этот раз даже 66 ну надеюсь что ничего не повлияет так вот такое вот название литер но литл мэр мэйд джанет и это волкириана и брасанте майка и кстати это брасанте майка это гибрид гибрид ну дозы на баврин джиану ну такие вот красивые до волкириан и все собрались такие тоже красивые цветы в этом гибриде и получился вот такой вот ну класс мне кажется что у меня не было еще шесть цветов ну я его тоже выделила рассказывала уже тоже и что она бедная очень очень плохо наращивала свою массу и я думала что она даже погибнет ну слава богу нет ну вот так вот у меня я иногда делю котлей они очень быстро приживаются начинают цвести а каким-то ну вот совсем не нравится деление отрезание разрезание в общем иногда просто нужно оставить орхидею и наслаждаться в общем вот такое вот небольшое обещала что покажу сниму здесь кстати еще малышок тоже расцвел на два бутончика ну это моя чай в джем постоянно она как-то наращивает новые ростики и зацветает ну а так пока что ничего нового больше не цветет вот такая вот красотень вот такое вот обновление у меня произошло ну в общем всем желаю чтобы ваши орхидейки вас радовали чтобы мы получали какие-то плоды наших стараний все таки орхидеи это тяжелый труд ну что всем пока пока с моего нового орхидейного коридорчика пока